Карачаевская порода лошадей в творчестве фотохудожника Ольги Бабенко. По таким названиям в Тиберде в Доме музея просветителей художника князя Ислама Крымшамхалова открылась долгожданная фотовыставка. Все работы мастера сделаны в прекрасных уголках Карачаева Черкесии. Каждая работа по-своему неповторима. В этом убедилась Шерифат Лепшокова. Эту фотовыставку в республике ожидали давно. Карачаевская порода лошадей издревле славится своей выносливостью. Но в работах Ольги Бабенко раскрывается еще и вся их красота. Более 50 работ фотохудожницы, безусловно, не оставят равнодушными все, кто ценит живую природу. В конце 19 века гостеприимный Дом Ислама Крымшамхалова был очагом культуры, где собирались передовые люди того времени. Сегодня, спустя более чем столетия, здесь по-прежнему рады всем, кто ценит традиции карачаевского народа. Ольга Бабенко известна фотохудожницей из Таврополя. Восемь лет она работала над этой экспозицией, создавая фотографии, способные вызвать неподдельное восхищение. Любовь к лошадям у Ольги с детства. Однажды на одном из семинаров она узнала о карачаевской породе. Любопытство сменилось настоящей любовью к этим животным. Девушка рассказывает, карачаевские лошади покорили своей уникальностью. Ей отрадно видеть, как люди стараются сохранить традиции, занимаясь разведением этой породы. Когда я первый раз выехала на карачаевской лошади в горы, это было даже не то, что восторг, это было уважение. В первую очередь, это уважение к этому животному. Ногами ты столько не пройдёшь и столько на себе не унесёшь в любом случае, сколько может тебе помочь вывести именно эта порода лошадей. Работы Ольги Бабенко были высоко оценены профессиональными художниками. Своё восхищение высказали и собравшиеся. Директор музея-заповедника Хаджимур Атальканов за активную работу в популяризацию карачаевской породы лошадей и большой вклад в развитие искусства фотографии вручил Ольге Бабенко цветы и благодарственные грамоты. Инициатор выставки Шрафадин Узденов много лет занимается популяризацией карачаевской породы лошадей. Он признался, что впервые за многие годы увидел фотографии на эту тематику столь высокого качества. Хотелось ещё раз поблагодарить Ольгу Васильевну за её титанистический труд. Молодая женщина, оставив ребёнка, благоверного своего, выезжает в горы, в очень... И под град попадает, под снег попадает, под дождь. Вот с первыми лучами солнце выставляет, в зависимости какая там панорама и так далее, какие преимущества она это всё знает с юности. И вот такие отменные фотографии. Но никакая непогода не страшна для Ольги Бабенко. Любовь к горам и лошадям превозмогает все трудности. Свои чувства к удивительным созданиям фотохудожницы мастерски передаёт в работах, вызывает к ним любовь самого строгого посетителя. Собравшиеся говорили, любовь с творчеством Ольги Бабенко ощущает ждуновение лёгкого ветра, запах горных трав, солнечное тепло. В её работах восходители на Эльбрус, победители различных соревнований, а также обычные лошади. Меня удивляет, наверное, каждая лошадь. Буквально вот вчера мы спустились в гору ночью. Уже где-то в 9 часов мы уже только начали рассёдлывать лошадей, когда спустились в гору. И в седле мы находились с 8 утра где-то, да, и до 9 вечера. Мы практически всю дорогу ездили верхом. К верху мы ездили по горам, мы ездили действительно там по перевалам, к озёрам, искали табуны, подъезжали к ним, снимали. Поэтому эти лошади меня удивляют каждый раз. И каждая карачаевская лошадь меня не то что восхищает, а заставляет её уважать ещё больше. В августе фотовыставка будет представлена в Кисловодске, затем планируется показать её в Москве, в Государственной Думе и Совете Федерации. Шрифат Лепшукова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберта.